Новопиющие случаи хулиганства отреагировали в администрации Краснодара. Нападение на кондуктора стало первым вопросом повестки дня аппаратного совещания в мэрии. Исполняющий обязанности главы города Евгений Первушев обратился к местным жителям с просьбой оказать содействие правоохранительным органам. Хотел бы обратиться ко всем гражданам города Краснодара, кто являлся свидетелем, либо присутствовал при этом, либо что-то знает об этой ситуации, хотел бы обратиться за помощью, чтобы в администрацию города, либо в полицию, либо в отделение полиции, либо в само ОВД дали необходимую нам информацию. Потому что это достаточно выпиющий случай. Еще одна тема, которую рассмотрели участники совещания, безопасность на реке Кубани на Краснодарских прудах в зимний период. Особенно, когда водоемы покроются льдом. В прошлом году не обошлось без инцидентов. В районе моста Поцелуев под лед провалился автомобиль. К счастью, водитель не пострадал. По избежанию подобных ситуаций в районе городских водоемов уже установлены полсотни информационных знаков, запрещающих ходить и тем более ездить по льду. Кроме того, на Затонии и пляже Старой Кубани будут регулярно совершать обходы дежурной группы. Следить за порядком придется и в Чистяковской роще, чтобы дисциплинировать гостей популярного рынка нумизматов. На выходных в парке будет работать постправоохранителей. Мы там в ужасе были, когда нам показали, что зеленые зоны перед мемориалом изъезжены джипами в эту субботу. Просто-напросто тут люди абсолютно не имеют никаких ни этических, ни моральных принципов. Я вас прошу каждую субботу, в день этой торговли, чтобы у нас там стояла машина ДПС. Нужен постоянный надзор, контроль за данной деятельностью. Обсудили на планерке также подготовку к Новому году. Евгений Первушев поручил ускорить установку на театральной площади главной городской елки и работы по праздничному оформлению самой площади. В городе запланированы три сотни праздничных мероприятий. Они стартуют 17 декабря. К этому времени в Краснодаре уже откроются традиционные елочные базары. Места продажа хвойных красавиц уже определены. В этом году их будет 47.